Россия единственная страна в мире, которая кроме Нового года отмечает еще и Старый. В январе мы отдыхаем больше недели, однако праздничное настроение сохраняется и после окончания официальных каникул. Ведь ночь с 13 на 14 текущего года вся страна отметит Старый Новый год. Он не значится Красным днем, но считается историческим. Принято считать, что в этот праздник все желания сбываются. Многие лонгипастцы верят в это, некоторые даже отмечают эту дату. Да, конечно, мы с семьей каждый год празднуем Старый Новый год. Конечно, верю, что в Старый Новый год заполняется желание. И Старый Новый год, и Новый год. Я люблю и праздновать, и отмечать, так скажем. Короче говоря, меня научили, мне сказали когда-то один факт, что пока ты сам себе не сделаешь новогоднее настроение, оно у тебя никогда не появится. Мы особо не празднуем Старый Новый год, но бабушка прививала мне, так что, ну да, я верю. Но чтобы прям праздновать, ну не особо. По вероисповеданию я не отмечаю ни Новый Новый год, ни Старый Новый год. Но все же, когда в семье есть дети маленькие, при них приходится говорить об этом, чтобы у них хоть как-то детство было разнообразней. Вообще, я считаю, что все праздники – это отличный повод собрать близких и друзей, потому что все реже и реже мы вместе, вместе. Вот. Так нет, но мне очень бы хотелось. Это все-таки сближает. Конечно, я, во-первых, отмечаю и Старый Новый год, и Рождество, и всем традициям исконно русским я следую, вплоть до того, что даже там, пусть такие там небольшие гадания на орехах, на ореховой скорлупе, но вот в нашем доме они как бы практикуются.